Приветствую всех! Вот и наступила календарная весна. Именно с ее началом я решил серьезно заняться каналом, как и обещал в новогоднем ролике. Хотел и раньше, но для меня весь зимний сезон получился весьма скомканным, интересных рыбалок не было. Ну да ладно, я все-таки процентов на 90 приверженец ловли по жидкой воде и вот-вот готов открыть сезон. Обслужил мотор, перебрал спиннинги, катушки, приманки. В общем, в полной боевой готовности. Ну а так или иначе, до первого выхода на воду еще не меньше пары недель, так как у нас опять ударили морозы. Поэтому посвящу первый ролик в этом году родному заводу Тайм Триал. Поехали! Завод Тайм Триал производит как серийную продукцию, так и уникальные штучные лодки. Поэтому конструкторскому отделу скучать не приходится. Разработка лодки начинается с моделирования на компьютере. Тут конструктор работает над модернизацией одной из самых популярных байдарок. После моделирования делаются лекала, по которым ведется раскройка материала. Кстати, применяется не только традиционная ПВХ ткань, но и гораздо более выдающаяся по своим характеристикам полиуретановая ткань, или как ее называют ТПУ. Готовые раскроенные детали поступают сборщикам, которые в зависимости от технологии изготовления конкретной лодки сваривают или склеивают лодку. Здесь можно видеть работу специального сварочного автомата, делающего абсолютно надежные сварные швы. Склеивание же ведется профессиональным клеем с добавлением стабилизирующей добавки. После изготовления баллонов лодки, установки клапанов и первичной проверки на герметичность, к баллонам приклеивается днище. Когда баллоны, днище и другие основные элементы, например, транец у моторной лодки, собраны воедино, то лодка еще раз проверяется на герметичность, а затем отправляется мастеру по оклейке фурнитурой. На этом этапе лодка получает все необходимые компоненты согласно заводимым на каждую лодку производственным документам. Готовая лодка отправляется к специалистам отдела технического контроля, где проводится тщательное тестирование на наличие дефектов. Проверенная лодка обзаводится паспортом, ремкомплектом, упаковывается в отлично изготовленный прочный чехол, потом в транспортную упаковку и поступает на склад, откуда потом отгружается клиент. Нельзя не сказать и о работе строгого, но справедливого руководства, который следит за обеспечением условий труда и оптимизацией всего производства в целом. Ну и немного о новинках. Совсем недавно был обновлен бюджетный Пакрафт Крахаль. Если раньше он представлял из себя обычный бублик, то теперь приобрел практичную эстетичную заостренную корму. Стал длиннее на 25 сантиметров и обзавелся встроенным лямочным сиденьем. Вот здесь конструктор Юля работает над эксклюзивной многобаллонной грибной лодкой, сделанной на базе, кто бы мог подумать, Пакрафта Спутник. А это новая большая рыболовная моторная лодка для серьезных условий. У нее даже пока еще нет названия. Если есть желание, пишите в комментариях, как назвать эту лодку. Работу над ней ведет главный конструктор Сергей Петров. Мне уже не терпится испытать этого двухэтажного монстра длиной 4,5 метра на Ладоге. Пишите в комментариях, что бы вам еще хотелось увидеть и услышать по нашей лодочной тематике. Все расскажу, все покажу. С вами был Андрей Санар. Кто еще не подписался, подписывайтесь, а рыбакам традиционно ни хвоста, ни чешуи.